55 лет назад, 21 октября 1969 года, председатель социал-демократической партии Германии Вилли Брандт был избран канцлером Федеративной Республики Германия. Когда он возглавил правительство, это был резкий поворот во внутриполитической жизни Западной Германии, и разрядка в Европе стала возможной. Давайте поговорим о том, что это был за человек Вилли Брандт, что им двигало. У нас в эфире, друзья, наша традиционная рубрика «Вечерние истории». По понедельникам мы всегда встречаемся с Леонидом Михайловичем Млеченым. Леонид Михайлович, здравствуйте, рады вас. Вилли Брандт, у меня есть личное отношение. Это первый иностранный политик, о котором я узнал. Вы правильно сказали, в 1969 году он возглавил правительство. А двумя годами ранее он стал вице-канцлером, министром иностранных дел. Большой поворот в Бонне. И из Советского Союза, из Москвы туда отправляет делегацию из четырех журналистов, в которой были мои родители как германисты. И мама, вернувшись, рассказывает, какой интересный человек. И он, говорит, мама, надеюсь, сейчас она смотрит эту программу, решил создать такую непринужденную атмосферу. Говорит, ну давайте что-нибудь выпьем. А поскольку мама единственная дама, он поворачивается к ней, говорит, что вы будете пить. Мама испуганно говорит, ну я, наверное, что вы, господин федеральный министр. Он говорит, я коньяк и официанту феррфрау Доппельконьяк. Для дамы двойной коньяк. Мама не по этой части испугана, говорит, какой двойной я и с ординарной не справлюсь. Он говорит, не беспокойтесь, с немецкими порциями не страшно. Мама говорит, действительно, принесли что-то было на донышке. Мама сказала, что у нее потрясающая улыбка, и она нашла его прямодушным. Не в примитивном смысле, а в хорошем. Без двойного дна, без желания подкузмить и обмануть. И мама потом сделала тут, что не положено было, советским на спецхране. И журнала Штерн такой иллюстрированный. Вырвала фотографию Бранта и принесла мне. Я его видел. И на меня тоже произвела впечатление улыбка. И поэтому, когда он потом, во время визитов в Польшу, в Варшаве, где он вел переговоры, он признал польские границы послевоенные, попросил, чтобы его отвезли к памятнику жертвам варшавского гетто, там, где немцы уничтожили евреев, которые восстали без всякой помощи и погибли там. Я там был, просто мы там же снимали. Я стоял, там практически ничего не осталось. И когда он подошел к этому памятнику, он сделал то, чего никто не ожидал, и что не было ни заготовкой, ни продуманной пиар-хода, он встал на колени. Это было движение души. Ну, какой души? Это действительно совершенно поразительный человек. Он родился на свет не Вилли Брантом, этого партийного псевдонима. Он родился, значит, без отца, в те времена, без отцовщины, в те времена имело значение. Отец его умер, не интересовался ребенком, не подозревал, что его сын станет главой правительства страны. Мама записала его Гербертом Фраем. Ему было 20 лет, когда нацисты пришли к власти, когда абсолютное большинство немцев либо смирилось, либо присоединилось к нацистам. Он не считал, возможно ли, себя ни то, ни другое. Он был человеком моральных принципов. Он ушел в подполье, потом покинул страну, потому что за ним охотилось гестапчало. Дания, потом Норвегия, оккупирована Норвегия, он уехал в Англию. Его лишили гражданства, естественно, нацистской власти. Он вернулся в Германию в послевоенную, уже после разгрома нацистского режима, человеком с определенными моральными представлениями о том, что должно быть и как должно быть. И он стал утверждать эти свои идеи в жизни. И он, знаете, подхвачивал. У него действительно была потрясающая улыбка. И он довольно быстро продвинулся в политике и стал правящим бургомистром западного Берлина. И к нему приехал Джон Фиттжеральд Кеннеди, который хотел поддержать берлинцев после установки Берлинской стены. И там он произнес знаменитую речь. Там собралось огромное количество людей, потому что потом стоял на этом месте. Там доска есть памятная. И Кеннеди хотел чем-то закончить на немецком языке. Я повернувшись к Бранту, спросил, а как сказать, я тоже берлинцев сказал, ich bin ein Berliner. И Кеннеди произнес эти слова и завоевал симпатии всех берлинцев всегда и на всю оставшуюся жизнь. И Бранта связывали, так вот, внутри страны Кеннеди, вот это новое молодое поколение. И действительно проходит время. 20 лет. 20 лет понадобилось Западной Германии, чтобы преодолеть прошлое. И ровно через 20 лет после создания Германии, в 1949 году была федеративная республика создана, в 1969 он возглавил правительство. Что он сделал, это имело колоссальное значение. Он обратился к главе советского правительства Алексею Николаевичу Косыгину. Конечно, в общем, все знали, что руководит страной Леонид Ильич Брежнев. Он занимал партийную должность. Этот глава правительства, он формально обращается к главе правительства Косыгину. И с ним они подписали в 70-м году московский договор, который подвел в определенном смысле черту под прошлым. Это было признание немцами реальности послевоенной. И он сделал, Вилли Брант сделал это отношение всех остальных. Он признал границы Польши, которые изменились после Второй мировой войны. Он признал Германскую демократическую республику, вторую Германию, которую Западная Германия не признавала бы. Доктрина Хольштейна в честь стать секретарем министра иностранных дел. Кто признает восточную Германию, мы разрываем с вами дипломатические связи. Брант признал. Он приехал. Он там тоже встречался со своим напарником, главой проезда, Вилли Штофом. Они ехали в машине. Все кричали «Вилли, Вилли!». Вилли Штоф сначала подумал, что это его приветствуют. Потом с огорчением понял, что приветствуют Вилли Бранта. Московский договор подвел черту под прошлым. Он способствовал снижению напряженности во всей Европе, где ожидали новой войны. Где не в состоянии были примириться с реальностью. Вилли Брант был человеком, который понял, что нужно сделать, как нужно сделать. Он понимал, что такое Советский Союз, что такое Россия, что с ней надо ладить. Он на следующий год приехал и встретился с Леонидом Ильичем Брежневым в Симферополе. И вот это была очень хорошая встреча, потому что они оба в определенном смысле были похожи. Оба хорошо улыбались. Вы-то, молодые люди, Леонида Ильича уж видели не юным джентльменом. А я, как его биограф, должен сказать, что улыбался он замечательно. В молодые годы очень нравился. Они оба, и Вилли Брант, и Леонид Ильич, были людьми, которые в жизни все ценили. Получали удовольствие от всего, что в жизни существует. Они понимали друг друга. Это имеет большое значение в дипломатии, в межгосударственных отношениях. Даже если позиции расходятся, личный контакт позволяет снизить напряженность. Химия какая-то. Да, да, да. Сущный фактор. Это имеет значение. Это помогло разрядке, потому что параллельно будут улучшаться отношения со Соединенными Штатами, где Ричард Никсон президентом. Это имело огромное значение, то, что он сделал. И он показал, что моральные принципы, нравственные принципы, твои убеждения имеют колоссальное значение. Что с этими принципами можно идти в политику, нужно идти в политику. И можно добиться успеха, потому что многие уверены, что политика делала циничная, приспособленческая. Ничего подобного. Вилли Брант был человеком своих принципов. Не боялся ни гестапо, ничего другого. Ну и вот над ним издевались как могли. Его нюдь ненавидел не только гестапо, которая охотилась, но немецкие националисты, когда он стал канцлером, когда он стал продвигать улучшение отношений с Советским Союзом, там всякие частушки. Вспомнили, что Вилли Брант, на настоящей фамилии там были частушки, на переводе с местами. Кто бы канцлером бы ни был, Вилли Брант или Герберт Фрам, дескать, это еще неизвестно кто такой. С трудом проходила ратификация московского договора через Бундестаг, и тем не менее он добился этого. Он показал, что это возможно, это стало ключевым фактором. При этом он был убежденным антикоммунистом, Леонид Михайлович. Он не любил радикализм. Это правда. Он не любил никакого радикализма, и в этом находил поддержку очень многих людей у себя в Германии. И когда он всего пробыл канцлером немного, 4 года, почему он ушел, это тоже отдельная история, как-нибудь расскажем. Когда он в Бундестаге выступал и говорил о том, что он уходит в отставку, его главный помощник в реализации внешнеполитических действий в восточной политике, статс-секретарь Эгген Барр, заплакал. Он сидел там в Бундестаге, он плакал, не стесняясь своих слез и не пытаясь скрыть, хотя понимал, что снимают и показывают, потому что он понимал, какая это беда и какое горе, что из германской политики уходит такой выдающийся человек и уносит с собой вот эту важную морально-нравственную составляющую политики. Там потом тоже будут весьма умелые руководители правительства, но такого второго человека с такой улыбкой, с таким отношением в жизни, с такой готовностью сражаться за свои принципы уже не будет. И это очень заметно. Поэтому вы совершенно правы, что вспоминаете Вилли Бранта. Мы сейчас, конечно, забываем, что отношения после Второй мировой войны очень быстро переросли в холодную войну. Холодная война, ведь очень многие воспринимались как предвестие горячей войны. Жили люди в разных странах по всей Европе с ощущением, что горячая война вот-вот может разразиться, что вот-вот все опять может прийти в действие, эта катастрофа. И его политика в отношении Советского Союза, России, его готовность сотрудничать, сосуществовать, сопереживать, сообсуждать, находить варианты решения, имело колоссальное значение. В Европе в 70-е годы действительно спала напряженность. Это стало важным фактором для развития континента. И поэтому вспоминаю всегда о нем с большим удовольствием. Леонид Михайлович, вы когда говорили о его улыбке, улыбке Вилли Бранта, портреты мы неоднократно показывали. Вот этот характер, все, что вы рассказали, это же видно. Вот эти... Да. На лице он жизнелюб и сердцеед. Это точно. Он пользовался успехом у девушек, как и Леонид Ильич, это правда. Но, знаете, это характеризует положительно и того, и другого. Девушки ведь не ошибаются в выборе своих. Симпатия, да? Спасибо. Леонид Михайлович, спасибо за этот прекрасный рассказ. Ну, а...